Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Борисов Алексей, я практикующий врач-невролог, работаю в городе Иркутске и основная сфера моих практических интересов лежит в области лечения головокружения. И мое искреннее мнение то, что ведущим в лечении головокружения должна быть вестибулярная реабилитация, в частности включающая в себя вестибулярную гимнастику. Вестибулярная гимнастика абсолютно при всех заболеваниях, которые проявляются головокружением, способна, во-первых, научить мозг игнорировать ощущения головокружения путем повторения каких-либо движений, движений головы и движений глаз, мозг начинает игнорировать те движения, которые провоцируют головокружение, потому что они повторяются слишком часто. Во-вторых, стимуляция вестибулярного анализатора слева или справа, также стимуляция вестибулярного нерва слева или справа способна ускорить его восстановление. Ну и в-третьих, вестибулярная гимнастика позволяет усилить действия медикаментозного лечения. Самый простой комплекс вестибулярной гимнастики, который может использоваться, наверное, абсолютно при всех заболеваниях и не несет никакой угрозы, потому что человек находится сидя, заключается в следующих упражнениях. Первое упражнение максимально простое, его надо выполнять 1-2 дня, а потом переходить к более сложным упражнениям. Упражнение может выполняться даже при наличии инсульта, при последствиях черепно-мозговой травмы, при перенесенном вестибулярном нейроните, ну и его можно начинать в острейший прямо период. Для начала следует перевести глаза вверх, потом вниз, вверх, вниз, вверх, вниз и так повторить 20 раз. Далее упражнение переходит на горизонтальную плоскость, мы смотрим влево, смотрим вправо, смотрим влево, смотрим вправо и так повторяем 15-20 раз. Эти упражнения выполняются поначалу медленно, то есть примерно 1 секунду, перевод глаз вверх, вниз занимает секунду, потом можно ускорять движение и делать более быстрые движения, то есть 2-3 раза за секунду. Если вы во время выполнения этих упражнений почувствовали какое-то головокружение, не стоит пугаться, может быть стоит снизить темп. Соответственно, 15 повторов вверх, вниз, 15 повторов влево, вправо. Следующее упражнение чуть более сложное, его все-таки в острейшем периоде инсульта выполнять может быть сложно, но тоже оно не имеет никаких особых противопоказаний. Эти упражнения заключаются в упражнениях головы. Мы наклоняем голову вниз, фиксируем узор на каком-либо предмете обстановки, поворачиваем, поднимаем голову вверх, тоже фиксируем взгляд на каком-то предмете обстановки. Делаем это поочередно, вверх, вниз, повторяем так 20 раз. Далее делаем то же самое, но с поворотами головы в стороны. Влево фиксируем взор на предметах обстановки, вправо фиксируем взор на предметах обстановки. Повторяем данное упражнение 15 раз в каждую сторону. Потом упражнение заключается в наклонах головы к плечам, при этом плечи не должны подниматься. Голова наклоняется влево, голова наклоняется вправо. По 20 раз влево, вправо, влево, вправо. И в поворотах влево-вправо мы фиксируемся лишь на одном предмете обстановки и не сводим с него взор. При отсутствии головокружения, при легком выполнении данных упражнений переходим также к дополнительно более сложным вариантам этого упражнения. Вначале делаем все с открытыми глазами и фиксируемся взглядом на предметах обстановки. Потом повторяем все то же самое с закрытыми глазами. То есть вниз-вверх, вниз-вверх 20 раз. Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо 20 раз. И повороты, точнее наклоны головы к плечам 20 раз. Соответственно на где-то пятый-шестой день упражнения у нас включают повороты глаз влево-вправо, вверх-вниз по 15-20 выполнений в достаточно быстром темпе. Наклоны головы вверх-вниз, влево-вправо повороты головы и наклоны головы к плечам. С фиксацией взора и также те же самые упражнения с закрытыми глазами. Следующим этапом и важнейшим этапом в лечении вестибулярного нейронита является упражнение на восстановление вестибулокулярного рефлекса. О нем я уже говорил в ролике. Оно простое упражнение для упражнения. Мы берем палец, смотрим на него и поворачиваем голову влево-вправо, влево-вправо. Вначале делаем это медленно, фиксируем взор на пальцы. Потом поворачиваем голову вверх-вниз. Тоже фиксируем взор на пальцы. По началу упражнение делается медленно, в дальнейшем увеличивается темп упражнения, увеличивается скорость и уже на поздних этапах, когда достаточно легко выполняются все описанные мной упражнения, упражнения можно делать также с переводом пальца в разные стороны одновременно с поворотами головы. То есть примерно вот так вот делается это все. Мы фиксируем взор на пальцы, при этом переводим палец из стороны в сторону и смотрим за ним, постоянно тоже меняя положение головы. Вот такой вот простейший комплекс гимнастики может выполняться вообще при любой проблеме, которая проявляется головокружением, в том числе при достаточно тяжелых проблемах, таких как инсульт, таких как последствия черепно-мозговой травмы. И это все восстанавливает реабилитацию. При этом стоит помнить о том, что данные упражнения не несут риска падений, в отличие, допустим, от вестивулярно-туловочных упражнений, когда надо наклоняться за предметом, когда надо стоять с закрытыми глазами на одной ноге, когда надо перекидывать предметы там через ноги, когда надо танцевать и так далее. Они не представляют никакой угрозы жизнью, здоровью человека и выполняются довольно легко, даже если человек сидячий, даже если человек лежачий, тоже можно выполнять данное упражнение. Вместо пальца, если, допустим, у человека есть порез верхних конечностей, можно просто фиксировать взгляд на каком-либо предмете обстановки поодаль. Ну, главное, чтобы его четко различал человек, чтобы не было каких-либо проблем со зрением, потому что, ну, в частности, наличие стигматизма, как вот есть у меня, наличие каких-то таких проблем, как косоглазие, конечно, может затруднить выполнение упражнений, но при этом не мешает его выполнять и лишь положительно сказывается в том числе и на зрении, на зрительной функции. Надеюсь, моя информация была интересна и полезна для вас. Если это так, то поделитесь данным видео со своими родственниками и знакомыми, вдруг им тоже требуется помощь в реабилитации после перенесенного заболевания, которое проявлялось в головокружении. Данный способ гимнастики очень простой, занимает буквально несколько минут и способен значительно улучшить результаты лечения, а также улучшить качество жизни, а в некоторых случаях является ведущим способом лечения головокружения. Всем всего доброго, здоровья вам и до новых встреч!